всем доброе утро у нас сегодня среда 20 по моему 3 августа или 22 не помню смотрите сколько помидор слава оторвал маме большое ведро соседям сейчас понюс большое ведро смотрите все еще усыпано прям сегодня и засаливать буду очень много помидоров на следующего чуть поменьше посадят вот наша тыква у нас вернулась солнце я так счастлива такое настроение обалденное небо ни одного облачка ни одного ни одной точки нет отличная погода я вот белье повешала час наверно только прошел он уже полностью сухой футболка чуть-чуть еще вот тут влажно остальное все сухое постель вообще это все что с выпуской призвать и стираю потихоньку все перестирываю я буду вчера перестирала но мы ездили вчера я с детьми и моя брата жена со своими со своей дочкой и с двумя дочками моей сестренки короче мы вдвоем с ней и шестеро детей мои трое и двое с моей сестренки и ее ездили в зоопарк большой у нас тут полтора часа езды было отлично время провели я не стала там снимать уже недавно про зоопарк показывала там правда намного интереснее было муж отрывки вставлю здесь что что я так чуть-чуть поснимала там как этих слонов кормили пингвинов я по-моему не снимала когда кормили не знаю посмотрим то что сняла я покажу что сняла обеваем снялки и кормили на Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 живу кто слаще короче такие дела такие новости у нас слова сейчас на чердаке айна там на крыше на гараже вон там делает там крути вечером протекает немножко не вечером когда дожди идут сконцентрироваться не могу когда дожди идут там немножко но она не протекает а вода собирается на на крыше это нехорошо и он сейчас эти швы чем-то там короче запаял слава иди сюда расскажи что-то на крыше делаешь я сказала на крыше что-то делаешь так на крыше занимаюсь глупостями музыку себе включил и танцует стоит людей при нем заманивает точно сделать а может продержит вот может быть максимум три в общем то мы не на это крыша вон там на гаражом рулоны то ли или как они называются рубероид там между ними щели образовались и со временем если вода стоит от перепадов температуры ты то что расклеилась там отходит местами потом вода просачивается попадает через крышу в гараж нас с маму марки я сегодня буду делать тут я никогда не мог найти бетон бетон битум битум до эту смолу чистую тут все данных каких-то растворенных состояниях которая потом растворяется когда дождь и опять все пропускаю да да которая один миллиметр за 24 часа сохнет это мне вот я сейчас вы было время что неделю должно быть без дождей чтобы успела просохнуть если не успеет это все смоет ужас какой-то вот простой простой битум я бы мог бы расплавить хорошо и прям горячим битумом все это залить и тогда бы я может быть лет пять вообще года германии ничего не могу найти смотри уже высохло под белье я сейчас пойду еще одно повешу и потом еще одно мне стирка или еще две даже за еще 334 раза сушить надо но тут вот такой погоде она даже час не прошел ну да час до прошел уже сейчас план номер один для тебя это надо вы помидоры замочить нет но сегодня сегодня мне сегодня зашики планы вот стирка перестирать все сейчас глаза не буду варить делать первый раз жизни вот уже а ты мне собрал помидоры на лазанье я сейчас буду делать лазанье дети вон уже кушать просит время еще только 11 часов они уже покушать просят вот сделаю сейчас лазанье потом мне надо наверху на втором этаже уборку делать и че еще сегодня хотела помидора засолить помидоры это в качестве пауза качестве за люльса расстроилась это всегда это очень редко бывает он говорит именно вот при примерно вот в этих местах проходят и я надеюсь что она немножко выше немножко ниже у него перелом они именно эти места которые он где там называется в акстум фуган проходят ну да это типа стволовых клеток клетки роста до фуган и он год если если это тогда этого ничего нельзя поднимать останутся руки я очень много поломанных рук видел который дальше раз он год с одной стороны хорошо что у него не про не прям в кисть азу как это галенька не сам не сам куголь отломал ну куголь тоже вот этот шарик на кости дать руку не 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 вот здесь а именно вот перелом к это вот тут вот тут перелома у него если бы тут это дом движениями вообще намного хуже сложнее было бы а сейчас у него на левой почти все сто процентов на 99 у нормально она правой вот так разгибайте сгибать вот это у него совсем чуть-чуть а не там нету железок именно он говорит не бойся волшали сидит у него шури начали потеть от страха и он говорит это гадут тебя в голове тыгод боишься он пообъяснил ему говорит эти эти спицы они вверху они не в голенькой когда 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 ты делаешь вот эти вот движения тогда они эти спицы вообще не не чуть-чуть продумали да тогда он танец играть ну да я говорила уже в игре он незаметно сам но он показал движение он будет теперь тренироваться теперь следующий раз на понедельник нему а во вторник врачу я тогда узнаю хотя как он мне скажет он ему надо будет я не знаю или мрт делать или я думаю в рентгене вот это не увидит ничего не будут я так думаю делать с бухты-барахты все и будет идти по порядку если будет какие-то признаки этого чтобы убедиться в этом когда начнем делать так они даже а как они убедятся через три года через пять лет когда он вырастет а руки не вырастут и потом только скажут о что тебе делать он пока у него будет нормальная рука никого не будет волновать если ты же если ты слышала что что-то можно сделать было бы заранее тогда бы это все исправилось тогда бы они бы это дело но я хочу знать я же с ума сойду ты хочешь знать будешь платить сама ничего не буду это все будет платить страховка они если на каждый страх платили бы кому-то что-то страшно ладно пойдем заниматься не пойду белье уже там постаралась на матери выслушал вывесить и потом дальше обед дети уже просит надо готовить надо еще посмотреть как это лазанье готовится я-то все будете купила ингредиента как именно не знаю еще никогда не делала ела много раз но никогда не делала еще я сама сейчас первый раз пойду делать вот эта музыка играет а тебя нет но видишь и ты кушать все я побежал как мне надо кушать как вторых лишь так сделать второй завтрак чтобы немножко ну идти перекусить помидоры надо нормально да только самый спелый тоже а ты мне еще перебить должен слова слышишь ты мне еще должен прокрутить я уже показывала хвостунт хвостушка ты мой я уже показала ли каждый помидорчик отдельно показать они уже мягкие я говорю надо попробовать и собрал столько много и все равно еще столько висит и висит и висит